Радио Спутник Радио Спутник Радио Спутник Рано или позже То есть С детства праздновали 4 ноября 7 ноября день рождения мамы Так что для нас эти праздники всегда Святые Один из немногих дней, когда вся семья У меня папа два брата, у мамы две сестры Все собирались, большой семьи 7 ноября Согласитесь, как бы он ни был Политизирован этот праздник Он настолько объединял все поколения в те времена, когда он был популярен. А 4 ноября это попытка сдружить действительно все поколения, все взгляды, все мысли. И на чем нам и не дружиться, как на истории нашей страны. Кстати, Бардовская песня она в этом смысле большая молодец, потому что она всегда отражала историю нашей страны. И вот нам хотелось бы, чтобы во первых строках нашей программы все-таки прозвучала песня «Живая в эфире», любимого нами Михаила Анчарова, Сергей Брусницын ее исполнит «Ты припомни, Россия». А музыку написал Илья Катаев, с которым вместе они создавали первый в нашей стране телесериал. Я бы даже сказал пару слов еще про авторов. Михаил Леонидович Анчаров, он классик авторской песни. И вот Леонид Петрович в своей кандидатской диссертации по авторской песне очень часто ссылался на этого выдающегося не только автора-исполнителя, но и теоретика авторской песни. А вот Илья Катаев, ну это профессиональный композитор, но все равно бардовская основа в этой песне есть. Вот как рождалась эта песня? Кто такой Илья Катаев? Его отец это Евгений Петров, тот самый вот Ильф и Петров из этого знаменитого дуэта. Его дядя Валентин Катаев, который написал «Белеет парус». То есть вот такие глыбы нашей советской интеллигенции и были авторами этой песни. Еще одну секунду. Не только Леонид Петрович Беленький в своей диссертации обращался к Михаилу Анчарову, а его учителем считал наш любимый Владимир Высоцкий. Поэтому сейчас, может быть, благодаря этой информации по-другому будете слушать песню. Ты припомни, Россия, Как все это было, Как полжизни ушло У тебя На бои, Как под песни твои Прошагало полмира, Пролетело полвека По рельсам твоим И сто тысяч надежд И руин раскаленных И сто тысяч салютов И стон проводов И свирепая нежность Твоих батальонов Уместились в твои Полсотни годов На твоих рубежах Полыхали пожары Каждый год, словно храм Уцелевший в огне Каждый год, как межа Между новым и старым Каждый год, как ребенок Спешащий ко мне На краю городском Где дома новостройки На холодном ветру Распахну полетецом Чтоб летящие к звездам Московские тройки Мне морозную пыль Уронили в лицо Только что там зима Ведь проклюнулось лето И навеки прощаясь Со старой тоской Скорлупу разбивает Старуха планета Молодая выходит Из пены морской Я люблю и смеюсь Ни о чем не жалею Я сражался и жил Как умел По мечте Ты прости, если лучше Пропеть не сумею Припадаю, Россия К твоей красоте Разрешите уточнить, это в каком году написана песня? Это сериал вышел в 1971 году То есть песня написана более полувека назад И вот тут упоминается полвека Это был как раз к 7 ноября 1967 год, 50 лет Октябрьской революции Сейчас будет 100-летие образования СССР И надо понимать, что автор участник войны И вот я вот поскольку текст перед собой вижу И он писал в 70 На твоих рубежах полыхали пожары Ну а сейчас получается, что пожары полыхают И сейчас, спустя полвека Так песня становится снова актуальной Это тоже действительно очень любопытный момент Потому что с одной стороны, если мы говорим про 4 ноября Мы относимся вот на сколько? На 400 лет назад Хотел сказать на полтысячелетия Меня обязательно там поправят каждый раз С другой стороны, это действительно Есть что-то постоянное И если есть это постоянное Что может объединять, сплачь И здесь даже не сказано, что это именно про советские Вот все эти рубежи, все эти батальоны И старуха планеты выходит молодая из пены морской Это вот как раз то, о чем мы сегодня говорим А может быть, это старушка Россия обновленная? Нет, что Россия должна быть именно молодой Да, вот во всей преобразованной планете Вот к чему мы, наверное, сейчас идем Можно два слова про 4 ноября добавить? Конечно, Аня Петрович, прошу вас Я хотел бы обратить внимание, что для фестиваля А это изначально был международный детско-юношеский фестиваль Авторской песни «Зеленая карета» с 2010 года Первый был Так вот, с 2010 по 2018 Все концерты, вот основные концерты, на которых все собирали Они проходили именно 4 ноября В Дворце культуры Подмосковья Город Красногорск Можете себе представить, на этот день целиком выделял свой Дворец культуры Подмосковья Тысячи мест, да Самый большой в Подмосковье Дворец культуры Это вот окна, который называется Подмосковье Красногорск Я помню, заканчивался фестиваль, все дети мы выходим, зрители выходят И на площади уже темно, 4 ноября, флешмоб, российские флаги И в воздух выпускаются шарики с цветами российского флага Вот так администрация Красногорска, она этот наш фестиваль, праздник Но в хорошем смысле использовала для пропаганды вот этого праздника 4 ноября В первой половине генеральная репетиция была А потом после 15 часов уже большой концерт Ну, целый день давали Мне кажется, это здорово С другой стороны, тоже есть отдельный целый пласт для разговора Все-таки авторская песня, большинство людей ассоциируется со взрослыми Там было тоже единство в авторской песне получалось А вы пройдите еще год Вы знаете, да, вы правильно переводите стрелки на детскую тему Потому что когда мы создавали вот фестивальные центры Стремясь к созданию многоголосия Я обзванивала разные клубы в разных городах Вот, и мне периодически слышало Да нет, что вы, у нас тут так старички собираются Мы вот тут вот себе поем тихонечко То есть были и такие версии А замечательные версии, когда наоборот На фестивале приезжают родители Берут с собой детей Кого-то за шкирку Кто-то сами с удовольствием едут и поют Вот, поэтому дети и взрослые Это неизбежное условие существования дальнейшего авторской песни Как только останутся одни старики Поющие друг другу свои песни То от нее быстро ничего не останется Ну вот, вы знаете, есть люди, которые не знают Вот у нас, мало того, что в стране Не все знают про авторскую песню Но кто знает, всем кажется, что она медленно умирает На самом деле, не дождетесь У нас по всей стране дети С таким энтузиазмом поют авторскую песню И с таким пониманием того, что они делают Ну мы вам это уже 7 раз показали В эфире «Спутника» Сегодня еще покажем Давайте мы тогда покажем все-таки Интересный для нас клип Тоже, можно сказать, веха какая-то Потому что сейчас прозвучит Неожиданный такой номер Семиклассник Роман Равинский Из города Кемерово родом Написал, когда поступил в Оренбурге В кадетский корпус Ну вот его таланта хватило написать песню И слова, и музыку Строевая кадетская И такая оказалась песня замечательная Что, во-первых, ее сначала на зеленой карете В 20-м году заметили И она у нас стала лауреатом А надо сказать, у нас все, кто выступает Все лауреаты со всей страны Кто побеждает в своих региональных отборах На следующий год в июне Она стала призером конкурса Минобороны И, видимо, для этого конкурса Был создан этот клип, который нам сейчас поставят Ну вот представьте себе Семиклассник Роман Равинский Сейчас он уже старше Он исполняет здесь С клубом Арткадет Руководитель у них Калугина Елена Викторовна Маршем шагаем Сил не жалей Слева и справа много друзей С песней задорной вместе смелей Взять все высоты нам под силу Смело и гордо и только так Строем шагаем, выровняв шаг Форма кадета Мужество знак Над нами реет Россия и флаг шагают Родины сыны Идут мальчишки Идут кадеты Мы гордость юная страны Мы свято чтим Отцов заветы Несутся звонко голоса Над нами солнце Ярко светит И в унисон стучат сердца Пусть будет мир На всей планете Имя кадета С честью несем Мы командиров Не подведем Сильные только В нашем строю Взять все высоты Нам под силу Смелость Отвага Наши друзья Стойкость И храбрость С нами всегда Строим за собой Всех друзей позовем Нас ждет Россия И мы идем Шагаем Родины сыны Идут мальчишки Идут кадеты Мы гордость юная страны Мы свято чтим Отцов заветы Несутся звонко голоса Над нами солнце Ярко светит И в унисон стучат сердца Пусть будет мир На всей планете Несутся звонко голоса Над нами солнце Ярко светит И в унисон стучат сердца Пусть будет мир На всей планете Пусть будет мир Вот, собственно, действительно С одной стороны И детское творчество С другой стороны И региональное творчество Очень много разного Мне кажется В одном В одном видео Соприкоснулось И это здорово Это и социальный лифт И это повод Способ для саморазвития И для того Чтобы реализовать свой креатив Мне кажется, это замечательно Если это вызывает Такое движение Вызывает такие Инициативы, идеи И продвижение, опять же Ну да, подхлёст Я бы даже добавил Вот мы посмотрели Эта песня Прошла нашу зелёную карету Наш детско-молодёжный фестиваль А Министерство обороны Она стала призёром В номинации Детская патриотическая песня То есть вот понятие Авторская песня И патриотическая песня В некоторых своих Ипостасях Они пересекаются И, в общем-то Поскольку я сам Большое время Прослужил В вооружённых силах И знаю, что Сейчас это актуально Поэтому главное Военно-политическое управление Воссоздано Значит Вот эти кадеты Они Учатся Их учат Ну я бы сказал Наверное, по-новому И авторская песня Должна С нашей точки зрения Помочь В этом Военно-патриотическом воспитании Воссоздано Значит комиссары Возвращаются в армию Да, скорее всего Вот мой папа Всю жизнь комиссаром был Таким А разрешите Такой момент Ещё уточнить Потому что прозвучала Москва Подмосковье Мы видели Оренбург По регионам Насколько есть распространение Насколько есть развитие Насколько включаются Дополнительные регионы От и до От Смоленщины До Амурщины От Петрозаводска До От Коми До Крыма Да Кстати вот на фестивале Который мы проводили в августе На знаменитой Грушинской поляне Там где Грушинский фестиваль Самарской области Приехала девочка С Камчатки Мы даже не верили Вот представляете До последнего решались вопросы Леонид Петрович Писал письма губернаторам Чтобы они Вот оплатили дорогу Детям и педагогам А в основе Всё-таки лежал Президентский грант Который Мы получили И это нам помогло Вот это Собрать Вот эти все регионы Вот Леонид Петрович Сейчас скажет Сколько регионов Он держит руку на пульсе Это очень По-моему важно Ну в плане Вообще-то У нас с этим движением Охватить около 70 субъектов То есть Это те субъекты Где мы знаем Что есть творческие коллективы Которые готовы участвовать И создать у нас Или отделение Или организации Для Я полностью назову сначала Один раз Общероссийского Общественного Детско-молодежного Движения Авторской песни С названием Многоголосия Это по песне Висбора Изумительный Это гимн нашего движения Мы ее кстати исполняли В студии На данный момент Мы охватываем уже Так сказать Вот этими структурами Структурными подразделениями Движения Более 60 субъектов На данный момент А вот тоже Я не знаю Может быть это зло Прозвучит вопрос Вот вы упомянули Президентский грант А региональные власти Как поддерживают Обращают внимание Есть какие-то свои пути Дать продвижение Поддержать Или А в Амурской области Да Вот с самого начала Такая поддержка От властных структур Они там очень здорово Подхватили Эту идею Но по-моему Далеко не везде Власти помогают Дело в том Что структура Самого нашего движения Она построена Таким образом Что есть Центр в Москве И есть структурные подразделения По всей стране Я их число назвал На сегодня около 60 Мы надеемся Будет больше И Вот эта вся конструкция Она работает Путем объединения Ресурсов Общим То есть Какой-то вклад Делают на местах Ну Сам факт по себе Что творческий коллектив Действует В каком-то учреждении Дополнительного образования Или по культуре То есть уже по линии образования Уже Оно Оно у нас межведомственное Междисциплинарное Независимо Нет Нет Это само собой Я имею в виду Что все-таки определить Сам факт Что там какой-то коллектив Действует Что педагог Кроме основных Своих обязанностей Может еще делать Какие-то работы Как говорится По основному Своему По основной своей работе Фактически Это уже Так сказать Вклад Субъектов Может быть Еще Да Алексей Мне хотелось бы Как раз сейчас Перевести стрелки С военно-патриотической Песни На более Интимную Можно сказать Просто патриотическую Песню Потому что Авторская песня Всегда имела Гражданское звучание Вот сейчас Прозвучит песня Которая очень Отличается От предыдущей Правда Ее великолепно Исполняет Дмитрий Краутер Из города Орска Орска Тоже Оренбургской области Совпало Гончар Эту песню Написал Алексей Витаков Наш хороший Знакомый Барт Ныне Творящий Это значит Дмитрий Краутер Представляет Образцовый коллектив Авторской песни Белая ворона У них педагог Михеев Виктор Борисович Гончар Алексей Витаков Снимала ночь Мешок с плеча Был полон звезд Ее мешок Бубнил Стишок Старик Гончар Себе под нос Смешной стишок Кувшин мой Слышишь ли меня Храни тепло Родного дома Ты предок Мой Моя Родня Я плоть от плоти Твой потомок Я когда-нибудь Тоже Знай Глиною стану Чье-то Сердце Продолжу На круге Гончарном Чье-то Сердце Продолжу На круг На круг Гончарном На круг Роняла Свет Луна Над глиною Вершился суд И вечность Тяжесть Ювина Вливалась В будущий Сосуд Кувшин Глядел Из теплых Рук Сквозь Побежденную Сталости Как Земля Вращался Круг И словно Круг Земля Вращалась Я Когда-нибудь Тоже Знай Глиною Стану Чье-то Сердце Продолжу На круг Гончарном Чье-то Сердце Продолжу На круг Гончарном Люди, которые с раннего возраста еще и на музыкальном инструменте играют Это какой-то дополнительный визуальный, что ли уж простите кайф Посмотреть В небольшом возрасте Спокойно Без нервов Играет сам Здорово Ну Дмитрий играет Голос у него великолепный Но вы еще обратите внимание Какие глаза У тех ребят Которые поют авторскую песню Они другие Не такие Как у тех Кто поет рэп Ничего против рэпа Не имею Но глаза другие Вы знаете Авторская песня Она настолько универсальная Один из таких Универсальных Столпов Авторской песни Это Вулата Куджава И Давайте с помощью Его песни Сейчас до ухода На новости Давайте мы просто Так светским Таким образом Помолимся За нашу страну Куджава назвал эту песню Молитва Франсуа Вийона Но это было сделано Для того Чтобы в советские годы Прошла Эта песня В эфир И мы ее поем Пока земля Пока земля Еще вертится Пока Еще ярок свет Господи Дай же ты каждому Чего У него нет Умному Умному Дай Голову Трусливому Дай Коня Кай Счастливому День И не забудь Про меня Господи Господи Мой Боже Зеленоглазый Мой Пока Земля Еще вертится И это И странно Самой Пока Еще Хватает Времени Огня Дай Ты Всем Понемногу И Не забудь Про меня Продолжим После новостей И послушаем музыку И поговорим тоже Радио Спутник Разберемся Москва 91 и 2 ФМ Понимаешь Это странно Очень странно Ну такой уж Я законченный Чудак Я гоняюсь За туманом За туманом И с собою Мне не справиться Никак Люди Сосланы Делами Люди Едут За деньгами Убегают От обид И от тоски А я еду А я еду За туманом За мечтами За запахом Тайги А я еду А я еду А я еду За туманом За мечтами За запахом Тайги Понимаешь Это просто Очень просто Для того Кто хоть Пусть Пусть Однажды Уходи Чемоданы В фестивале Авторской песни Леонид Беленький Сергей Брусницин Я вас приветствую Еще раз Послушали еще Тоже песни В исполнении Максим Носов Из города Чебоксар Умничка Большой голос Замечательный Молодое поколение поет Глаза Одухотворенные Понимает что поет Из города Чебоксар И у него Преподаватель Иванов Андрей Геннадьевич Это такие Кто видит Нарути Обе смотрят сейчас Узнали знаменитую сцену Гитару На Грушинской поляне На которой В августе месяце В этом году Мы собрались Большой Талантливой толпой Больше ста детей Уж взрослых Сколько не знаю Мы там тоже были И мы все дружно Учредили Движение Которое Фактически Оно уже существовало Но именно сейчас Его признали Как культурную Авторскую песню Как культурное наследие Страны А Движение Многоголосий Вот его мы учредили В данный момент Лучше всех знает Наш Леонид Петрович Что происходит На бумажном уровне А я все-таки скажу Пару слов Вот ведущая На вашей замечательной Радиостанции Спутник Все время спрашивает Ну как у вас идет процесс Процесс идет так Что мы провели этот Учредительный съезд Отправили документы Министерству юстиции Ну и вроде мы Мы вот с Галей Думали что все Раз-два И все пойдет дальше Не все так просто Леонид Петрович Жгущие события И сейчас он расскажет Последние новости Дело в том что При попытках Зарегистрировать Общероссийское Я подчеркиваю Движение Любое Общероссийское А это значит Надо охватывать Больше сорока пяти Больше пятидесяти Процентов Субъектов федерации Это свыше сорока трех Цифру Но вы называли шестьдесят Охватить Нет я Да я подчеркиваю Так вот Пока Как я выяснил Вряд ли кому Удавалось Так сказать С первого захода Сразу получить Положительное решение От министерства юстиции Здесь проблема какая Что подробной инструкции Что надо учесть Когда подавать Вот это заявление Всех деталях Вот его не найдешь И поэтому Всегда возникают Какие-то вопросы Которые тебе казалось Что все понятно И ясно На самом деле Так сказать Не доработано Но Таким образом Сейчас у нас идет Этап Устранение тех замечаний Которые выявило Министерство юстиции Но я хочу сказать Что здесь нам повезло Потому что Сотрудник Которая писала Это заключение Во первых Она очень подробно объяснила В чем Это очень важно Конечно Человеческое отношение И не просто Поставить свою визу Красной ручкой А еще объяснить Что доделать Я как человек Который за свою жизнь Разрабатывал Положение Практически всех Общественных Государственных форм Ну почти всех Даже Финансово-промышленные группы В свое время были такие Вот Но тем не менее Все равно Не обошлось И без моих ошибок Благодарен Так сказать Ее зовут Екатерина За то что с ней Можно консультироваться Это редкий случай Непосредственно Прям позвонить Спросить А вот так вот можно А вот это Понимаете И она отвечает конкретно Они Они Смотрите Закон Ну вообще это да Это работа у человека Такая должна быть Консультировать Отвечать И приятно что чиновник Екатерина из министерства юстиции Это понимает Я буквально нашим слушателям Нашим зрителям Кто нас смотрит вконтакте В рутюбе Где то еще наверняка Будет залито это видео Что нам можно написать Сообщение 968-76-33-11 Это ватсап Есть телефон прямого эфира 95-95-91-2 Код москва-4-95 Кстати комментарий один И хотел как раз вам задать Пришел от Светланы Валерьевны Из Симферополя Между прочим Сын занимается в музыкальной школе Хотели бы поучаствовать В ваших мероприятиях Как это можно сделать Спасибо за ваш труд Сразу двойной вопрос С одной стороны действительно Куда обратиться Куда пойти Куда как это Что называется Направить свой взгляд А с другой стороны Ну так называемые Новые регионы Как у вас с этим? Леонид Петрович как? Ну Держит руку на пульсе Сейчас пока это все В планах и в прогнозах И сложно сейчас говорить Физическая безопасность Но тем не менее Предварительно я уже сказал Наш план так сказать Довести где-то до семидесяти В итоге Число субъектов Которыми у нас Участники движения Но Конечно Когда мы услышали По радио Сообщение Что Четыре субъекта Будут добавлены Состав Российской Федерации Мне приятно Что по радио услышали Не в интернете Не в теле Да будут добавлены Я сначала услышал Сразу же возникла идея Что конечно Их надо тоже охватить Тем более У нас есть Такой центр Который может стать Координационным Он находится В Севастополе То есть Крым И Севастополь Уже охвачены Дворец культуры Там Руководитель хороший Ну и появилось Такое желание Так сказать Постараться А давайте назовем Илья Петрович Просто я понимаю Симферополь Севастополь Там не так далеко Но тем не менее Чтобы понимать Так вот В настоящий момент Наш представитель Находится Донецкой народной Республики Евгений Мурашов Официальный представитель Который Прорабатывает Где С кем Можно создать Эти Организации Илья Петрович Куда обратиться Позвонить Или написать Можно обрадовать Да Можно обрадовать Тем что до сего момента В Крыму у нас не было Фестивального центра Крымские заявки Шли в Краснодарский край А теперь Благодаря идее С присоединением Новых регионов У нас именно В Крыму Мы планируем Открывать Фестивальный центр Вот так что Будет близко Рядом с ними Самый простой вариант Тоже зайти в социальную сеть Это ВКонтакте Где наш фестиваль Зеленая карета Такая группа И у нас есть Активисты Как раз из Балаклавы Коля Охременко Он уже был в эфире Он поет на гитаре В матросской форме Маленький мальчик Но вся его семья Так его поддерживает Что даже Вот если обратиться К ним лично Сразу Вы узнаете Очень много нового И в ближайшее время Я думаю Что вот Леонид Петрович В курсе Что интерес К авторской песне Есть И Крым Севастополь Это основа Присоединяться Давайте О знаменовании Ближайшего Присоединения Новых регионов К нашему Авторскому Движению Я хочу спеть Пользуюсь случаем Свою песню В Петербурге Мне очень хочется Познакомиться Познакомиться В Петербурге 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 Петербурге В Петербурге В Петербурге Про авторскую В Петербурге Петербурге В Уральском Уральском регионе В Петербурге В Петербурге В Петербурге До 25 лет То есть все Вчерашние наши Воспитанники Зеленой кареты Школьники Выросли И остаются Под нашим Крылом Некоторые Некоторые Из них Становятся Наставниками Для подрастающих Кстати Такие наставники Присутствовали Дважды Мне бы очень Хотелось Подвести К еще Одной песне Чтобы Все-таки Проиллюстрировать Ваши слова Какая она Разная Авторская Песня Тим Собакин Автор Стихов Вадим Кусков из Тюмени. Тим Собакин сам родом с Украины. Кстати, Вадим Кусков в Тюмени. Он очень много песен написал на стихи Тима Собакина. Тима Собакина, помню, в детстве у меня был такой журнал «Трамвай любимый». Совершенно верно. Я, кстати, сегодня в интернете прочитала, что, ну, в общем, конечно, финансовые причины, почему он перестал существовать. А я добавлю, он, оказывается, выпускник МИФИ. Это институт, в котором я учился. И в КСП МИФИ в клубе мы с Галей до сих пор поем. То есть физик-лирик. Вот еще одна суть авторской песни. Вот он, физик-лирик. В МИРЕ БЕЛЫХ ОБЛАКОВ исполняют замечательные девчонки Лада Овчинникова, Варвара Дубровина и Анастасия Бокова из города Новоуральска Свердловской области. Это клуб самодеятельной песни «Признание». Руководитель Овчинникова Наталья Евгеньевна. В МИРЕ БЕЛЫХ ОБЛАКОВ Жалко мне, что я не птица. Если был бы я таков, то хотел бы очутиться В МИРЕ БЕЛЫХ ОБЛАКОВ. В этом мире много места, Весь воздушный океан. Вот из облачного теста Возникает великан. Мини-звери проплывают Всех моделей всех систем, И которые бывают, И которых нет совсем. Мы шагаем с великаном Через воздух напрямик. Ветер дарит облакадам ПОВТОРЯЯ КАЖДЫЙ МИГ НЕ БЫВАЕТ ТУТ ПОКОЯ И ПОСПОРИТЬ Я ГОТОВ ВСЁ ОГРОМНОЕ ТАКОЕ В МИРЕ БЕЛЫХ ОБЛАКОВ СПОРИТЬ С ВЕТРОМ Я НЕ СТАДУ НАБЛЮТАЯ КАК ВИЗУ КИТ ПЛЫВЕТ ПО ОКЕАНУ ТОЧНО ПЕРЫШКО В ТАЗУ КИТ ПЛЫВЕТ ПО ОКЕАНУ ТОЧНО ПЕРЫШКО В ТАЗУ У меня такой вопрос еще возник по уходу этой всей студии, беседы, разговора. А как удается сочетать и творческое наполнение, содержание, деятельность и организационную? Или есть какое-то прям жесткое разделение труда? Вот мы здесь занимаемся бюрократией, бумажками, Лиза Петрович. Кто-то поет, кто-то придумывает. Леонид Петрович, вы не писали песен никогда? А стихов? Ну стихи-то мы все писали-то с детства-то, нет? Не, ну две-три песни есть. А, все-таки. Для следующего эфира готовьтесь. Все, мы вас поймали на слове. Нет, на самом деле трудно, конечно, потому что это время. Вот человек, когда все 60 регионов все пропишешь, это ж... Когда еще петь-то? Настю Михееву позовете, она споет. Настю Михееву позовем обязательно. Мы любим. У нас здесь молодежи много у нас. Она мою споет песню. И вот прекрасно, все ловим на слове, здорово. Жанром ее называют во все времена, потому что надо как-то назвать. На автопилоте. На самом деле, если я как исследователь могу сказать, кроме того еще, что авторская песня правильнее называть вид искусства. Причем она относится не к письменной песенной культуре, традиционной, во всех остальных формах, так сказать, а к устной. Песня голосом создается и голосом показывается. Особенность такая есть. И поэтому, так сказать, у авторской песни, внутри ее, внутри ее, существует своя жанровая система, аналогичная той, которая в письменной существует. Вот аналоги полностью. В любой форме. А тогда, если я, допустим, я не знаю, ну уж простите за такой пример, возьму группу «Пикник», «Черная белиска» и все это исполню на гитаре, это тоже будет авторская песня? Нет. Ну, не я, нет, я ее не придумал. Нет, понимаете, дело в том, что здесь с какой стороны смотреть? Если смотреть с терминологической, с научной стороны, это будет один подход. А если с бытовой, то, ну, например, простой вам пример приведу. Я мечтал о «Морях и кораллах» песни из кинофильма. Вот. Многие считают, что это песня Навыла Матвеевой. Почему? Потому что она по стилю настолько близка. На самом деле, это не песня Навыла Матвеевой, но дети с удовольствием ее поют на концертах авторской песни. Поэт Рождественский, композитор Флерковский. Есть версия, мы обсуждали, что, может быть, Рождественский попытался вот так тайком эту авторскую песню. Но доказано, что это абсолютно профессиональное произведение. Но настолько оно близко нам, что большинство людей считают авторской песней. Ян Фрэнкель в свое время написал песню, замечательную музыку. Ну, что тебе сказать про Сахалин? Но он настолько сделал это в стиле Висбора, что именно ему первым дал ее исполнять. У нас три с половиной минутки остается. Я все-таки задам еще вопрос. Один, который к трансляции пришел. Михаил из Москвы спрашивает, зачем создавать движение? Что оно дает детям? Есть фестивали, концерты? Этого недостаточно? О, отлично, Михаил. Замечательный вопрос. Вы знаете, когда я обзванивала региональные фестивали и рассказывала про все это, вы знаете, в ответ нередко слышала. Да мы сами грант получили, мы все сами сделали, нам и без вас нормально. То есть мы грант получили и сидим на попе ровно. А Леонид Петрович беленький, он не может ровно сидеть. Если он получил грант, ему нужно это расширять, вовлекать и какую-то максимальную пользу не для себя, не для своего местечкового какого-то фестивальчика, а чтобы это пошла польза для большого количества детей со всей страны. Потому что без денег сейчас, к сожалению, ничего не делается. Можно только друг у друга на кухне собраться. Даже организовать приезд вот этих дальних регионов. Сколько у нас детей из Сибири приехало, с Дальнего Востока. А я бы еще, наверное, сказал так. Наконец-то наше руководство понимает важность вот такой работы с детьми. Государственная поддержка. Мы в первую очередь ждем от этого финансовую поддержку. Потому что вы к нам серьезно относились. Российское движение детей и молодежи. Уже идея витала в воздухе, она будет создаваться. И наша задача, мы хотим войти в это движение уже своей вот этой структурой разработанной. Не то, что нам скажут. И своими программами. Вы поете вот такие песни, мы говорим, ребята, у вас все замечательно. Но мы за эти 10, уже за 12 лет уже столько прошли этапов, что мы готовы, наоборот, принести вот это то, где инициатива идет снизу, где дети от 8 лет поют. И где есть взрослые наставники, которые тоже в это движение вливаются. Потому что у нас коллективное членство в этом движении. Можно, Сереж, я вернусь на одну минуту назад, когда просто там уже показывают время. Я рада, что зашел разговор про песни, которые написаны профессиональными авторами, но которые имеют такой степень искренности, градус искренности такой, что мы ее можем считать своей. Я предлагаю по традиции уже... В качестве жирного, восклицательного знака. Восклицательного, таких трех восклицательных знаков, соблюсти традицию. Восьмой раз уже в нашей студии прозвучит. Иногда у нас остается. Да, буквально хотя бы один куплет. Но все вместе, ведущие тоже у нас всегда участвуют. Я помню эту вашу традицию. Давайте уже начинать. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и вежных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Вы слушаете Радио Скульник. Радио Скульник.